всем привет ребят с вами алексей 24 мы продолжаем игру гастейшн семилайта симулятор заправочной станции предыдущей серии мы с вами ребята купили новые стеллажи для торговли в магазине и расширяли свой ассортимент магазина ну что ребята я думаю пора продолжать и так ребята в погоню за прибылью в погоне за прибылью осталось заправить уже последний автомобиль для того чтобы получить свои долгожданные чаевые и давай еще чуть-чуть есть ребята все задание выполнено осталось теперь только улучшить свою заправочную станцию до уровня 5 ну что я думаю пора ребята продолжать лучше свою станцию до уровня 5 подсказка вам нужно пройти все испытания но испытания мы все эти успешно прошли я не стал записывать все это на серию потому что я понимаю ребята игра симулятор надо играть симулятор это долго нудно но я не собираюсь увеличивать короче время просмотра потому что но все равно никто из вас смотреть это не будет короче я играю как бы сюжетные прохождения хочу посмотреть что здесь будет и вообще что можно сделать на заправочной станции ладно ребята хватит болтать я вижу выстроилась очередь я сейчас вызову вызову одного из своих работников эмили эмили иди короче список задач а торгуй на кассе в смысле тебе денег еще надо ух какая 56 долларов да мне не жалко так назад давай еще раз повторно торговли на кассе так ты 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 у меня оплата тоже денег что ли хочешь ладно давай ты будешь у меня прибираться а рекарда я его отправляю стоять а я тебе платил нет вообще я не помню просто минус 153 это он мне еще должен остался по ходу не серьезно он не должен остался посмотрите оплата я нажимаю меньше не происходит то есть он сволочь еще мне тут вредит ладно пускай качается у него статистика ребята машины ремонтируют 4 заправка дик я и гляжу он неплохо заправляет машины он неплохо справляется точнее список задач заправляй автомобили так стоп погоди а мы с вами ребята продолжаем сюжетное прохождение гастейшн симул это или симулятор неважно мне 90 процентов топлива заработана немало повышаем уровень заправочной станции задание выполнено уровень заправки повышен так ну все ответь на телефонный разговор так ребята давайте в общем шпарим работаем так она у меня пускай убирается так ты можешь быстрее эти машины рекарда заправлять там тебя ждут уже клиенты елы-палы так а мы бежим тут нельзя быстрее бежать смотрите ну полный аншлаг на заправке офигеть но я думаю опять дядя звонит задолбал правда он уже я должен признать прогресс которого ты добился не может не вызывать восхищение нет ничего постыдного в том чтобы называть тебя не просто семьей а деловым партнером но все же ты должен мне немного денег не так ли расслабься как только у тебя будут деньги просто позвоните мне на этот раз уже без спешки понятно меня на бабки что поставили короче я не понял что происходит когда вы соберете деньги позвоните дяди чтобы рассчитаться у меня две тысячи двести пятнадцать долларов подсказка когда у вас возникнут финансовые проблемы вы все равно сможете обратиться к нему за помощью вкладки кредит да пошли вы нафиг своим кредитом блин не нужны мне ваши кредиты у вас новое письмо доставка доставка склад елы-палы мусор полный но у меня там уборщица вроде работает уборщица ты мусор не забывай выкидывать а пожалуйста так я не помню я показывал вам в серии покупал я как да не ори ты я уже иду так я забыл показать наверное как я холодильник с мороженым купила может и показывал я не помню но ребята может кто-то серию пропустил или еще что-то я вам покажу что-то товаров дохрена я давно в игру не играл занимался монтажом этих серий я надеюсь многие заметили что я их выпускаю одна за другой на канале ну блин как бы надо надо и я только монтировал я не помню реально в чего я уже играл давай уже езжай до свидания командор до свидания все все уехал так отлично я если ты заметил приятель я добавил немножечко музыку в игре ну совсем чуть-чуть подкрутил чтобы было ее слышно потому что ну мне кажется как-то маленько повеселее так будет так полный мусор я не понял где мусор полный смысле контейнер может быть полный и не пойду так рикарда блин а где клиента все не пойму так блин мне им еще платить надо ее моё так список задач уйди на перерыв уйди на перерыв рикарда блин а машин то нету давай его тоже отправим короче список задач уйди на перерыв не трать мои деньги вот у меня ящик с мороженым на я гляжу у меня заправка расширилась а ребят короче ящик с мороженым я не знаю куда мне поставить так а погоди а как а я забыл я забыл как уже их вращать так давай его в угол короче пока поставим куда-нибудь вот сюда вот так вот что ли пусть пока тут стоит ребят я буду делать перестановку короче так f взять сейчас я короче часы поставлю куда-нибудь по ней не мешали так отлично так 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 что я хотел так у меня уборщица все работает а да она работает нормально я не помню какие товары заказал давайте по полкам их разложим значит так давай 5555 555 вообще все поставим да вообще все поставим нормально так почему нас с очешниками вот я очки в общем переместил сюда но в принципе я чё-то лишь к очков заказал походу они нафиг не нужны чё ты руками тут ходишь разводишь нормально у меня все в магазине раз-два ньюспейпы а у меня вот же пустые лавки в магазине нету ничего видеть надо маленько как-то заполнять что ли так эмили быстро дуй на кассу так работник 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 начать разговор во-первых надо заплатить теперь список задач иди на кассу все 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 так рикардо список задач справлять автомобиль плата так уж и быть и ты же машин приехала хотя господина полицейского я думаю надо заправить гордо идет куда так ладно давай короче вот это вот а заправим давай 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 чуть-чуть все езжай езжай так еще один я надеюсь тут не занято сотрудникам пока рикардо дойдет отлично так эмили придет сейчас вас обслужит так денег мало мусор и мусор полный не пойму так он же не вонял как он может быть полный мусор офигеть я еще мусор за вас выкидывать до всех тут должен так у меня есть бабки в принципе ребят можно так мои сотрудники сейчас все решать о заехала машину автосервис у меня нет ничего у меня кончились колеса у меня есть пару зеркал и у меня но у меня есть замаз так я вижу буря начинается я предлагаю ребята колеса заказать нифига си у нас тут пространство свободного а можно как-нибудь кассу перетащить не походу не а так короче смотрим доставка доставка автомобильные запчасти шины о шины дешманские я предлагаю ребят короче на покупать вот этих шин пофиг беру все так а давай посмотрим шины так средства для удаления царапин 4 штуки авто зеркала вообще все по дешману я гляжу мне разрешают доставить 1780 давай побольше зеркал закажем все я вкладываюсь ребята в автосервис я понимаю мне там деньги дяди надо отдать но на автосервисе я больше денег короче сделаю так рекорда заправляет клиент гараже подожди клиент гараже я жду машину с колесами нет смысла клиента подымать его реально нет смысла подымать потому что он уедет так а мы же письмо не прочитали самое время прочитать письмо кстати на заправку покрасить вообще в бит срамной срочной даже скажу открываем письмо почта так большая услуга племянник как я уже говорил и обещал предоставить подробности в отношении услуги а которые я просил тебя ранее ознакомься сообщением ниже чтобы принять окончательное решение источники настоящее время не имеющие отношения к этому разговору сообщили мне наличие важного груза прибывающего в ваш район в ближайшее время в течение ограниченного периода времени этот груз имеет для меня большее значение поэтому я хотел бы получить его чтобы максимизировать эти шансы я бы просил вас принять участие в операции ваше участие будет простым я хочу чтобы вы провели определенное количество проверили машин проезжающих мимо вашей станции на предмет содержимого багажника от вас не требуется найти груз просто помогите мне и моим людям от все возможные ложные следы это все что вам нужно сделать пожалуйста отнеситесь к своему участию серьезно короче понятно вот и все удачи поздравляю дорогой племян с этим переводом до погашен мы в расчете я вижу что ты пока был занят выпал недолго твоя станция выросла в маленькую жильчужину пустыни я грожу с тобой племянник думаю бизнес семей все-таки ведется но не думаю что ты закончил теперь ты хозяин своей собственности теперь ты балансируешь нашаты тонкой грани даже больше чем когда начинал там в пустыне еще много чего есть как дикой природе так и среди людей так что держи глаза открытыми и кто знает вы только начали однажды вы можете столкнуться с переменами или даже столами не не виданными ранее вызовами кто знает что может принести будущее если эта мысль волнует вас я восхищаюсь твоим энтузиазмом если же она вызывает у вас ужас значит ты вырос чтобы стать настоящим владельцем бизнеса я слышу что некоторые люди тоже заинтересовались этим региона может быть ближайшем будущем мы увидим от них что-то большее как опытный владелец бизнеса и я бы сказал что вам следует а быть начеку вот несколько ссылок которые можешь посмотреть когда у вас будет время удачи маленький племянник и на этой ноте я короче понимаю что обучал его по ходу подошло концу так я не понял у меня уже косарь так машина подъехала я почему-то не вижу сообщение что машина подъехала раньше было написано мы дяди короче 5 штук торчим торчим 5 штук надо их срочно отдать я знаю как их отдать их попробовать дать через автосервис я вкладываюсь ребят серьезно в автосервис я наверное рекарда буду посылать да чтоб он работ хотя нет я сам буду автосервисе работать мне нужны деньги давай езжай уже отсюда так мусор валяется давай подберем что ли валяется а я не могу подобрать я не могу подобрать к сожалению лана уходим уходим клиент у топлива я не понял рекарда свалит что ли уже нет рекарда по моему работает по моему так короче я купил полностью колеса так зеркала есть хотя в принципе пока цена дешмански даю мою нет 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 так давай 4 сюда так рекарда работает отлично так можно принципе счетчик заказать или ребята смотрите у меня есть идея мы с вами подымаем а левел автосервиса что он нам даст а он нам короче масло это что такое я не знаю что это такое давай короче повышаем уровень уровень мастерской повыше и у меня кстати машину походу приехала дула нам так тут люди работают работа кипит надо не забывать что надо еще топлива будет заказывать так ну чё здравствуйте мне запчасти есть все есть не бояться нечего так что в принципе можно спокойно приступать так как там два колеса в д без проблем вообще я колеса закупил они у меня есть я как понимаю их лучше пачками короче покупать так выгоднее реально будет так давай меняем колесо 1 2 так все нормально так давай следующий колесо берем хотя принципе как понимает 30 колес можно заказывать вообще вполне реально так давай снимаем сильно вкладываться крышу автосервис тоже как-то рискованно так чё еще осталось то у тебя мысли мысли чете осталось то да и господи тещу масло я масло то не купил ребята я масло не купила надеюсь клиент подождет давай по быстрому масло и купим я не знаю так 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 доставка я не покупал я еще не знаю так давай моторный масло блин оно дорогое короче мы одно масло пока купим хотя блин не дороже денег ладно или масло оно пока едет так рикардо рикардо давай заправляй и вали потом отсюда чувак подожди ща масло приедет вот серьезно очень чувиха подожди ща масло приедет я тебе заправлю давай быстрее открываем так эмили иди быстрее отдыхай ты мне на кассе скоро нужна скач сойдет давай давай езжай отсюда пожалуйста свали мне надо клиенту бежать так ну давай уезжай я не могу склад открытым оставить по товаров тьма клиент на подъемнике с открытым капотом он не уехал отлично зашибись так короче мы берем теперь масло так и чё и и чё делать а надо уровень короче просто уровень поймать так хочу дальше делать а вот так что надо было круто так а я не понял это это я типа все масло кончал что ли лечо так я пока не не в курсе блин ребят вот эту мусору я реально канистру с маслом кончал а-а-а лада убираемся короче ребят реально убираемся а у меня компьютер здесь есть ё-моё я забыл так доставка давай посмотрим может быть что-то подешевело теперь надо о моторное масло 8 долларов а мы его сейчас закажем штук 20 получается отлично средства для удаления царапин моего штук 12 не но 12 лишнего я думаю автозеркала вообще полтинник стоят ну как-то так и шины шины 8 так давай я не знаю смогу купить это нет 2000 долларов ну я не смогу за 2000 купить так давай зеркала маленько короче поскромнее чуть-чуть будем так этих не 12 этих давай 6 1300 так вот так вот если я сделаю 7 колёв да ёлки-палки а вот так вот 1200 ладно я жертвую зеркалами все я по максимуму короче закупился но ребята как вы уже поняли я полностью вложился в свой автосервис интересно принесет ли это все плоды и хорошую прибыль на этом серия подошла концу мы с вами увидимся уже в следующей серии и забывайте подписываться на канал и ставить лайки ссылка на плейлист будет в описании под видео увидимся в следующей серии и всем пока не переключайтесь